Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам галерею Боргези, в коллекцию которой я по-настоящему влюблена. Это видео подойдет для тех, кто планирует поездку в Рим, чтобы вы не пропустили эту жемчужину. А то в первую поездку все хотят посетить в первую очередь Музей Ватикана и Колизей. А про галерею Боргези, про жемчужину, которая спрятана на территории виллы Боргези, чаще зеленых полеев, вековых деревьев, озер и фонтанов, забывают. Красота природного парка обрамляет галерею словно драгоценный камень в оправу. Шедевры галереи Боргези уникальны, и поэтому я всегда всем советую обязательно посетить галерею. Также это видео будет интересно тому, кто был в Риме и не успел по каким-то причинам попасть в галерею Боргези. Я уверена, после этой экскурсии по галереи Боргези у вас возникнет желание вновь приехать в Рим. Галерея Боргези считается труднодоступным музеем, и поэтому о билетах необходимо позаботиться заранее. На осмотр галереи дается всего два часа. Для первого знакомства этого времени достаточно. Но по своему опыту могу сказать вам, что чем больше я там бываю, а у меня есть возможность хоть каждый день там бывать, я все равно нахожу для себя что-то новое и интересное. И мне кажется, что интерес к галереи у меня никогда не угаснет. Ну а сейчас, дорогие друзья, для тех, кто никогда не слышал про галерею Боргези, хочу в двух словах рассказать, как она была создана. История возникновения галереи связана с историей влиятельного рода Боргези. В 1605 году один из членов семьи был избран на папский престол. Он вошел в историю как папа Павел V. Племянник папы, шипионы Боргези, стал обладать властью. Это дало ему возможность на быстрое пополнение своей коллекции произведений искусства. Картины великих мастеров покупали, конфисковывали и вымогали шантажом. Мы заходим в зал Селена. В центре зала находится скульптура танцующего сатира. Сатир изображен на цыпочках, с конским хвостом, растрепанными волосами на голове, густой длинной бородой и заостренными ушами. А поднятые руки позволяют предположить, что изначально сатир держал какой-то музыкальный инструмент. Скульптура была обнаружена во время раскопок в 1824 году. После реставрации она была куплена семьей Боргези. В этом зале находятся замечательные картины Караваджо. Перед нами картина «Юноши с корзиной фруктов». Работа над картиной восходит в период, когда Караваджо работал в мастерской художника Чезаре Дарпино. Мы видим молодого человека в позе три четверти. В руках у него корзина, полная осенних фруктов и листьев. В корзине мы видим яблоки, гроздья винограда. Картина произвела сильнейшее впечатление на многих посетителей мастерской, среди которых были богатые послы, кардиналы, заезжие иностранцы. Они были дружны с кавальером Чезаре Дарпино. Кто-то из знакомых Дарпино хотел приобрести работу никому неизвестного мастера. Но хозяин мастерской решил оставить эту картину при себе. Он сказал, что с подмастерья причитается за постой. Юноша с корзиной фруктов – это портрет и натюрморт, который мы видим как единое целое. Караваджо не изобразил дорогую и роскошную посуду. Он изобразил обычную корзину. Юноша – это 16-летний красавец Марио из Сицилии, которого Караваджо еще не раз будет изображать в своих картинах. Караваджо так тонко, умело и реалистично изобразил листья и фрукты в своей работе, что многие художники стали обращаться к нему, чтобы он научился сдавать такую же красоту. Фрукты и листья изображены без приукрашений, так, как задумано природой. Художником-реалистом можно назвать Караваджо. Он мастерски изобразил фрукты. Передал не только их красоту, но и темные пятнышки на плодах. И вялые листья. Посмотрите, какая красота. Хочется постоять у картины и рассмотреть цвет. Самые яркие места на холсте – это плечо юноши и его щека. Мы медленно и постепенно рассматриваем картину. Здесь нет ничего лишнего, чтобы отвлекало внимание. Караваджо позаботился, чтобы мы смотрели только на юношу и на корзину. Он даже изобразил его в помещении, а не на фоне природы. Это позволило фруктам не слиться с природой. Автопортрет в образе Вакха или больной Вакх. Картина Караваджо. Как и юноша с корзиной фруктов, это полотно тоже было в коллекции кавальеру Дарпину. Кавальера Дарпину обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия. Чтобы выбраться из тюрьмы, он был вынужден распрощаться со своей картинной галереей. Папа Павел V и его племянник кардинал-шепионы Боргези были большими коллекционерами произведений искусств. Боргези любыми путями обогащал свою коллекцию, как в этом случае. Из мастерской кавальера Дарпину было конфисковано 107 картин. Дарпина тогда считался очень хорошим художником. Его работы сейчас находятся в церквях Рима, в музеях Ватикана, в галерее Боргези. В число конфискованных картин вошли и самые ранние работы Караваджо. Папа конфисковал картины и подарил их своему племяннику. Так больной Вакх и юноша с корзиной фруктов перешли от кавальера Дарпина в коллекцию кардинала Боргези. Перед тем, как была написана эта картина, Караваджо тяжело заболел и провел целых шесть месяцев в больнице для бедных. Ведь это автопортрет Караваджо в облике Вакха бога вина. Или чаще картину называют больной Вакх. Скорее всего, Караваджо болел малярией. К такому выводу пришли исследователи, которые анализировали облик героя. Друзья, а среди вас есть врачи? Какой диагноз бы вы поставили? При работе над этой картиной Караваджо впервые использовал зеркало. На улице Маргота, в одной из мастерских, по рисунку Караваджо мастер соорудил для него модель, которая называется камера Аскура. Он бережно относился со своим прибором и хранил его в секрете от всех. Даже друзьям не показывал. Нельзя сказать, что бог виноделия получился красивый. Мы все-таки больше здесь видим образ измученного болезнью человека, и чувствуется тревожное душевное состояние. Караваджо беспокоил завтрашний день. Мало что из написанного удавалось продавать на тот момент. Нужно было на что-то жить, чтобы не умереть с голоду, да и пополнять запас красок тоже необходимо. Мадонна Палафриньери Караваджо Картина была заказана в 1605 году членами братства Палафриньери, которые попросили художника создать новую работу, предназначенную для замены старой картины, украшающей их алтарь в соборе Святого Петра. Картина была написана за несколько месяцев, и уже 14 апреля 1606 года картина была установлена в часовне собора Святого Петра. Караваджо сам лично руководил установкой. Он был горд, что его картина будет находиться в величайшем храме, где недалеко стоит Пьета Микеланджело. Караваджо то подходил к картине, то отходил от нее, чтобы посмотреть, как она смотрится по соседству с работой великого Микеланджело. Для него это были настоящие минуты счастья. Но через два дня несколько кардиналов из братства Палафриньери, братства папских конюшек осмотрели картину и сказали, что картина не подходит. Точная причина неизвестна. Может быть, из-за откровенного декольте Марии и ноготы младенца ее сочли вульгарной, да и Анна выглядит как безумная. Но больше всего кардиналам не понравилось, что Караваджо осмелился в образе Девы Марии изобразить свою любовницу-куртизанку. Не оповестив Караваджо, картину вынесли из собора, и она была перенесена в ближайшую церковь. А через несколько месяцев Шепионы Бургези купил ее за 100 скуди. А может быть, все-таки это была главная причина, что Шепионы Бургези хотели ее купить? При продаже картины братство даже заработало. Художнику Караваджо заплатили 75 скуди, а продали за 100. На картине изображена Мария. Она с маленьким Иисусом давят ногами змею, символ греха. Анна, мать Марии, изображена как скромная и старая женщина. В качестве модели позировала возлюбленная Караваджо куртизанка Лена. Она привезла из приюта своего сына. В образе Анны позировала старая сестра Милосердия. Ее Лена привезла из приюта вместе с сыном. Мария переполнена материнской любовью. Это не единственная картина, на которой Караваджо изображает Лену в образе Мадонны. В церкви Святого Августина, в первой капелле слева, находится картина Караваджо Мадонна Диларетто. Там тоже изображена Лена с сыном. На этой картине Мадонна Палафриньери ее сын уже подрос. И это была последняя его работа с Леной. Караваджо вложил в нее всю свою любовь. Следующая картина Караваджо в этом зале – пишущий Святой Иероним. Уже на черном фоне – Иероним в пурпурной кардинальской мантии. Именно в кардинальской мантии. Картина была написана для шапиона Бургези, недавно возведенного в Сан, которого он так долго ждал. Шапион и Бургези стал кардиналом. Святой Иероним – это доктор церкви, который посвятил себя изучению Святого Писания. Им Библия была переведена на латынь. Он был первым переводчиком Библии из греческого на латинский язык. Иероним представлен как пишущий старец – стол, на столе мы видим книги, перо, череп. Протянув руку с пером к чернильнице, старец задумался о бренности всего земного. Наш взгляд от руки с пером невольно переходит на череп. Он напоминает нам о смерти и тленности земной жизни. На картине как бы сказано, что все наши деяния – это просто суета-сует, и что бессмертна только наша душа. Кардинал Бургези принял картину в дар, понял смысл, и его поразило изображение старца. Караваджо с детства почтительно относился к старикам, и на своих картинах он изображал их с большой любовью. Отец и дед умерли во время чумы в Милане, но у него сохранились добрые воспоминания о деде по материнской линии, где он вырос. Дед любил внука, эта любовь передалась ему, и теперь он уже с любовью и симпатией рисует лица стариков в своих картинах, с глубокими от страдания морщинами на лице и на руках. Лицо святого можно увидеть в более ранних работах Караваджо, например, в «Человеке в очках» в признании святого Матфея. Картина находится в церкви Сан-Луиджи де Франчези. И в апостоле Петре, которая находится в часовне семьи Чарази, в церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Рассматривая картину, можно заметить, что многие детали недорисованы и непрорисованы, например, борода, страницы книги, складки-накидки. Это подталкивает на мысль, что Караваджо очень спешил и недорисовал картину. Несмотря на это, образ отшельника Иронима поразил кардинала Боргези. Он загорелся желанием сделать дяде подарок предстоящей годовщине его избрания на папский трон. Боргези уговорил папу позировать молодому художнику. Папа Павел V согласился, но сказал, что позировать будет не более получаса за сеанс и всего два-три раза. Но так хоть у Караваджо будет хоть какая-то возможность приблизиться к папскому двору. А пока при дворе был любимый художник папы, кавальер Чезарь Дарпино, который очень ревностно относился к соперникам. И так как Караваджо реалист, он изобразил на холсте безликого, ничем не приметного папу. Папа увидел себя на холсте, как в зеркале, и ему не понравилось. Он хотел видеть себя в более приукрашенном образе. В итоге подарок племянника папе не понравился, и он приказал убрать портрет подальше от глаз. Картина полная драматизма. Давид с головой Голиафа. Караваджо. Эта картина передает глубокий личный драматизм художника. Ему было почти 35 лет, когда в ссоре он убивает Рануччо Томасони. Караваджо пришлось бежать из Рима в Неаполь. Именно в этот период он раскаялся и решил встать на правильный путь исправления. Он решил отказаться от посиделок в тавернах, от вина, азартных игр, драк, шло осмысление того, что уже натворил. Он создал шедевр, в котором видно его раскаяние. Лицо убитого Голиафа – это не что иное, как автопортрет Караваджо. Недавно искусствоведами было выдвинуто очень интересная и любопытная версия, что в образе Давида тоже есть черты Караваджо. Караваджо в юности был именно таким, и эту картину можно считать двойным автопортретом. Караваджо в юности и Караваджо в последние годы жизни. До того, как приехать в Рим, Караваджо жил в Милане, где был разгул преступности. Нужно было быть готовым к сюрпризам и носить всегда при себе кинжал. Там то и дело происходили драки и разборки. Эта привычка потом и в Риме у него была – носить холодное оружие с собой. Караваджо был востребованным молодым художником. Поначалу его дела складывались даже очень неплохо. Но осенью 1591 года, во время одного скандала, произошло убийство. О нем мало что известно, и даже не доказано, что Караваджо виновен в преступлении, но ему пришлось бежать из Милана. Так он приехал в Рим. На мече Давида видны буквы. В переводе с латинского они означают «Смирение убивает гордыню». Это еще раз подтверждает, что Караваджо раскаялся в совершении страшного греха. В этом небольшом зале у нас перед глазами промелькнула жизнь человека, который оставил большой след в искусстве. Его жизнь похожа на приключенческий роман, но с печальным финалом. В 1610 году в возрасте 39 лет Караваджо бесследно исчез. Этот зал называется «Зал Паулины», потому что в центре этого зала находится великолепная скульптура Паулины Бургези в роли Венеры. Автор этой работы – Антонио Канова. Камила Бургези женился на Паулине Бонапарт, на сестре Наполеона. Паулине было тогда 23 года, и она уже была вдовой. Ее муж-генерал заболел, подхватил лихорадку и умер. От первого брака у нее был ребенок. Роды были тяжелые, последствия от которых мучили ее до конца дней. Паулина очень горевала по мужу. Но такая темпераментная женщина, как она, не могла долго оставаться одна. Наполеон решил выдать ее замуж за князя Камила Бургези, который был в то время очень богат. Это было очень важно для Наполеона. Паулина согласилась. Сыграли свадьбу, даже не дождавшись окончания года, как умер ее первый муж. И у нее опять началась веселая, пышная, роскошная жизнь, которую она так любила. Камила Бургези хотел запечатлеть в мраморе красоту своей жены. Он пригласил самого прославленного скульптора – Канова. Сначала Канова предложил изобразить Паулину в образе Дианы, чтобы хоть как-то одеть ее в одежду богини охоты. Но Паулина рассмеялась и сказала, что никто не поверит в ее скромность. Так что будет она богиней Венеры. Когда Канова начал работу, он сказал, что у него может не хватить таланта для точной передачи изгибов ее тела. И были отлиты гипсовые детали, которые сейчас находятся в баре Канова-Тадолини. И мы на наших прогулках по Риму обязательно заходим туда выпить кофе и посмотреть гипсовые слепки тела Паулины. Согласно древнеримской мифологии, богиня любви Венера одержала победу на суде Париса. В руках у нее яблоко – это награда и знак, что Венера – лучшая над другими богинями. Канова изобразил Паулину, лежащую на треклинии. Она держит в руке яблоко, плод которой был дан самой красивой из богинь. А значит, она – лучшая из лучших. И только кусок ткани прикрывает самое интимное место ее прекрасного тела. Она смотрит не на нас, а вдаль, как будто предоставляет нам возможность полюбоваться собой. Некоторое время скульптура стояла в кабинете Камилы Боргези. Посетители по-разному высказывались по этому поводу. Нагата скульптуры их просто поражала. Камилы Боргези перенес скульптуру в другое место и закрыл ее на ключ. У Паулины был сын от первого брака. Камилы Боргези его немного недолюбливал. Однажды они собрались поехать на курорт поправить здоровье Паулины. И муж настоял оставить мальчика дома под присмотром нянь. Супружеская пара поехала поправить здоровье на минеральные воды. За время их отсутствия мальчик заболел и умер. Когда Камилла узнала о смерти мальчика, он не сказал Паулине, боясь, что она расстроится и обвинит его во всем. Паулина узнала о смерти сына только через 10 дней. И, конечно же, обвинила супруга в том, что они оставили его на няню. Для нее это был большой стресс. Она ослабла, ходила с трудом, часто время проводила в постели, и по ее приказу ее носили на руках. На самом деле, после рождения сына ее постоянно мучили в боли в области таза. Поэтому она часто ездила на курорты и поправляла здоровье. Паулина Боргези умерла в возрасте 44 лет. Благодаря скульптору Канова мы до сих пор видим ее красивой, властной и лучшей из лучших в образе Венеры-победительницы. Рядом с Паулиной мы видим скульптурную группу «Леда и лебедь». С первого взгляда можно понять, что голова Леды совершенно от другой статуи. По портретным сходствам, это голова от скульптуры Антонии-младшей. Это племянница первого императора Рима Августа, дочь Октавии и Марка Антония. Отца она никогда не видела, так как еще до рождения он уехал в Египет к Леопатре. И она же – мать императора Клавдия. Она славилась целомудрием и красотой. Ох, как иногда все запутано! В начале XIX века скульптурная группа стояла у озера в саду Виллы Боргези. Потом ее перенесли в этот зал. Юная Леда, полувытянувшись, лежит на скале у берега реки. Фигура почти обнажена, за исключением драпировки. Левая рука украшена браслетом, а в руке – цветочная корона. Лебедь с распростертыми крыльями и искривленной шеей задевает клювом ее грудь. Согласно преданию, Зевс влюбился в Леду и принял образ лебедя, чтобы присоединиться к ней на берегу реки. Лебедь прижимается к Леди, прося защиты от нападения орла. Она наивно прячет его под своим плащом, а он, воспользовавшись этим, овладел ей. И потом у нее родились два близнеца. В залах галереи Боргези можно встретить несколько произведений искусства, рассказывающие историю лебедя и леды. Ну а на прогулках по Риму близнецов можно встретить на Капитолийском холме. Мало кто из посетителей замечает небольшой барельеф. На нем изображен озорной амур, размахивающий стрелой, который сидит на орле, одном из символов герба семьи Боргези. Автором этой работы является Пьетро Бернини. Пьетро Бернини родился в Тоскане. 20 лет проработал в Неаполе, где в 1598 году родился его сын Джан Лоренцо Бернини. А потом в 1605 году семья переехала в Рим. Пьетро Бернини было выполнено много работ для семьи Боргези. Сначала он работал сам, а потом вместе с ним работал его сын Джан Лоренцо Бернини, чьими работами сегодня славится галерея Боргези. Герма Ваха долгое время считалась древней, пока не установили личность автора. Были найдены платежные документы, по которым установили, что автор гермы – Луиджи Валадье. Из описи имущества Луиджи Валадье, составленного после смерти, можно сделать вывод, что бюст Ваха был частью серии изделий из бронзы, которые регулярно создавались в его мастерской и сочетались с разными видами мрамора, чтобы предложить эти работы богатым коллекционерам и антикварам. Это работа конца XVIII века, но Луиджи Валадье нанес зеленый налет на голову и корону для придания эффекта старины. Следы старины, в кавычках, видны сегодня. Дорогие друзья, сегодня я решила показать вам только два зала галереи Боргези. Вообще в галерее 20 залов. У меня на канале уже есть несколько видео, где я за одно видео прохожу все залы, но настал тот момент, когда хочется задержаться в каждом зале и остановиться более подробно на выставленных экспонатах. Те, кто уже был в галерее, вспоминают только главные шедевры – работы Бернини. Мы и о них будем говорить. Но мне все-таки хочется поподробнее рассказать об этой жемчужине, которую нельзя пропустить. Аудиогида на русском языке в галерее нет. Тогда надо идти туда подготовленным или с гидом. На сегодня все. Надеюсь, вы досмотрели видео до конца, и оно было вам полезным. На этом я буду прощаться с вами. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok